Код ремонта во дворце культуры проверяет депутатская комиссия в ходе традиционного объезда городских строек. В учреждении культуры параллельно проводятся несколько ремонтов. Уже почти готов холл здания. Завершается ремонт в зрительном зале. Стены оформлены деревянными панелями и гибким камнем. На полу ламинат. Вскоре в зале появятся ряды отреставрированных кресел. Подрядчик слегка затягивается сроками. Приступили подрядчики и к ремонту фасада. Отреставрируют фигуры, входную группу, появится подсветка. Срок работ до августа. Проверили депутаты и ремонт в первой городской гимназии. Здесь предусмотрено благоустройство территории. Брусчатки, лавочки, освещение и новое ограждение по периметру школы. Сейчас подрядчики занимаются демонтажными работами. В капитальный ремонт входит ремонт кровли, ремонт фасада, внутренние отделочные работы коридоров, система отопления, электропроводка полностью меняется, система пожарной сигнализации, также замена напольного покрытия и частично замену. Депутаты в очередной раз отмечают, что комплексный подход к ремонтам – хорошая идея, потому что лучше сделать один раз и на долгие годы, чем каждый сезон возвращаться в одно и то же здание. Я считаю, что это правильный подход. Почему? Потому что директор школы должен все-таки заниматься организацией учебно-воспитательного процесса. И да, капитальные ремонты должны быть. И именно во время капитальных ремонтов директор сосредоточен на производстве этих ремонтных работ и не отвлекается на организацию учебного процесса. Когда комплексный ремонт заканчивается, тогда он уже может полностью погрузиться в организацию учебно-воспитательного процесса. Я считаю, что это идеальный вариант. На ремонт в первой городской гимназии выделено 253 миллиона тенге по программе «Дорожная карта занятости». Работы ведет фирма «Акжоу». Срок ремонта – порядка пяти месяцев. В 16-м детском саду тоже проводится комплексный капитальный ремонт от крыши до основания. Предусмотрена замена окон, дверей, отделка помещений, ремонт фасада, систем электровода и теплоснабжения канализации. Появится в садике и бассейн. В плане – благоустройство территорий, в том числе и новые мафы на детских площадках. Ремонт проводится по дорожной карте занятости. Говорят, рабочих не хватает. Приглашают кадры. Есть, конечно, немножко по специализации. Сейчас строители, так как это сезон строителей, штукатуров, маляров, это тяжело найти хороших. Поэтому стараемся искать быстрее и быстрее. А на демонтажные работы мы всех берем желающих. Так что добро пожаловать. Здесь очень много будет работы. Любая может прийти и заработать денег. Сколько ремонта в детском саду номер 16 истекает 25 сентября. По мнению депутатов, работы на всех объектах идут в хорошем темпе. Главное, чтобы подрядчики не отставали и в дальнейшем. Будем надеяться, что все пройдет качественно. Мы сегодня посмотрели, везде график работ выдерживается. Это самое главное, потому что что садик ждет своих посетителей, что школа, естественно, ждет своих посетителей. Конечно, хочется сказать, что понимание родителей здесь очень важно, так как этот ремонт нужно делать. Эти здания не ремонтировались с далеких советских времен. Там были текущие ремонты, но капитальных ремонтов многие здания не видели очень давно. В этом сезоне в Тимиртал проводится ремонт на многих объектах. Комиссионные объезды народные избранники планируют продолжать на регулярной основе. Светлана Лебедева, Сергей Баданин. Новости Тимиртал.